МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Абонент Лахача Пошетенцы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Титульный спонсор турнира – компания «Олимпед», ставший лучшим букмекером по итогам премии РБ-2022. «Олимпед» предоставляет широкую линию ставок на события и матчи, дарит бонусы и делает эмоции от побед еще ярче. Бізде кересі жек-пе-жек женгіл салмақта өтеді. Ендеше қос шауынгермен таныс болыңыздар. Алаңның көк бұрышы – бұл оның дебюттық жек-пе-жегі. Боя 170 сантиметр, салмаға 65-800 келі. Алматы қаласы Қазақстан, Шариппеддин Хамзаулы! Кересі кезекте оның қарсыласы, Алаңның қызыл бұрышы, оның кәсібер рекорды. Екі женгіліс, екі женгіліс, боя 176 сантиметр, салмаға 65-800 келі. Бүшкек қаласы Қырғыстан, Али Сануев! Шариппеддин Хамзаулы протең Али Сануева. Алматы қырандары и команда Кыргызстана. Ждем мы разрешение от рефери начать этот поединок. А я вам напоминаю, что по балам у нас пока счет 3-0. В пользу команды из Казахстана. Да, так неспешной манере начинают бойцы. Главное на уважение. Хамзаулы, Сануев. Да, довольно-таки неспешный начал. Очень трудно подбирал это слово. Мне кажется, как раз это темпо. Но зато сейчас в контратаке, в размене. Вбрасывают буквально очень быстро свои удары. Довольно-таки взрывные, да? Вот эта комбинация как раз таки показала, насколько они быстрые. Насколько они взрывные. Пол легкой весовой категории напомню. По тихонечку. Хай-кик и ошибка. Будет ли треугольник? Будет ли треугольник? Где-то я такое уже видел. Нет, без проблем со мной пообходит. Занимает позицию бокового контроля. Восстановит ли гард сейчас? Да, пытается сейчас восстановить гард. Защищается правой ногой, пытается свой гард хороший контроль от Сануева. Близо к тому, чтобы занять позицию бокового контроля Сануев. Кстати, делает все очень правильно, сейчас за подбородок отталкивает, отжимает, пытается вытащить голову из-под захвата. Этот захват хоть и не дает какого-то преимущества, но дает определенный контроль Хамзалу, но который он уже успел потерять. Есть боковой контроль. Нужно сейчас более такую, наверное, устойчивую позицию взять для того, чтобы как минимум наносить удары. Будет ли улучшать свою позицию, самое интересное. Ну, по крайней мере, есть попытки, но как раз таки в этих попытках он попался в гард Хамзалу. Да, из гарды, конечно же, опасности меньше для представителей команды Алмаз Харандара. Ну, уже, знаешь, последние тенденции показывают, что бойцы, находясь сверху, то есть в положении гарда, находясь в гарде у оппонента, научились правильно работать. Все действуют под копирку одинаково. Упирают голову, прижимаются грудь к груди и пытаются просто руками работать. Все делают одно и то же. Если посмотреть даже сегодняшние поединки, много было таких положений и все плюс-минус действуют одинаково. В общем, никто не пытается пройти гард, знаешь, занять в позицию выйти на болевой, если оказывается в гарде сверху. Ну, знаешь, это уже принципы джиу-джитсу и грэпплинга. В ММА, наверное, это не самое главное. Можно наносить удары и не надо. Значит, необязательно тратить время на обход гарды. Да, сейчас Самуева призывает более активно действовать. Да, действительно, начал пассивничать и рефери, возможно, даже остановил бы сейчас поединка. Но в целом он делает довольно-таки понятную и правильную работу. Вот, контроль, где-то показал активность, где-то удержал, где-то передохнул, но амплитудности в этих ударах нет. Нельзя сказать, что это какие-то жесткие удары, которые наносят урон, но вот уже какой-то взрыв под конец пошел, да, под конец уже можно рискнуть, побить жестко, даже если соперник успеет что-то соорудить, там очень тяжело за такое время заставить оппонента сдаться. Ну, можно потерпеть, да, даже под конец, поработать на время. 20 секунд, кстати, остается до окончания первого раунда. Момент там и взрывается, но как такого голого граунда-раунда мы не видим, нет тут активного добивания. Ну, второй раунд за Сануэлом, однозначно. Одна ошибка Шараббедина привела к тому, что большую часть поединка пролежала под оппонентом, вот это тот самый хайкик и потерял равновесие. Был близок, конечно, к треугольнику, но Самуев это видел и заблокировал вторую ногу, не дал замкнуть. Вот здесь сразу видно, как он блокирует ногу оппонента, для того, чтобы тот не закрыл полный треугольник. Второй раунд. Ждем начала второго раунда. И второй раунд стартует. Все так же на уважении Камзалу и Сануэв, оба спортсмена. Попада сейчас. Довольно-таки жестко это выглядело. Показывает Сануэ, что и в стойке он не прочь поработать. Прессингует. Камзалу сейчас промахивается и уворачивается от удара и меняет уровни и переводит бой в партер. Увлекся Сануэ и атакой. Камзалу. И мы с вами наблюдаем повтор первого раунда. Ну знаешь, в первом раунде Сануэв почувствовал, что можно бороться, что есть пробелы, а у него есть преимущества. Почему бы и не воспользовался. Да, не стал ничего придумывать, изобретать. Работает по, можно сказать так, наработанной схеме. Ну вот знаешь, смотря на Шарабидина, есть такое ощущение, что он не представляет, что нужно делать в гарде. Он только вяжет руки, все. Какие-то конкретные шаги я не вижу. Рядом нет сетки, соответственно, у тебя только два варианта. Либо отползать к сетке, либо, да, что он и начал потихонечку делать. Либо отползать к сетке, либо попытаться поработать в таком грепплерском ключе, да? Повертеться, поискать, пощупать. Ну да, на самом деле, потому что атак снизу в первом раунде не было с его стороны. Сейчас тоже не имеются и не пытается он сейчас даже. Сейчас Сануэ, по большому счету, ничего такого, естественно, в партере пока что нам не показал за вот эти два раунда. Ну, его работа, она предельно ясна, она сводится к контролю. И к тому, чтобы время от времени взрываться, показывать судье, что все в порядке, я работаю, ко мне нет претензий. Да, вот прям уже пассивная у нас ситуация здесь получается, блокирует голову. Хамзалу, мне кажется, он сейчас выбрал такую тактику, что пытается заблокировать оппонента, просто вот что он сейчас и делает. И подождать, пока судья не вмешивается в ход. Не вмешается, да? Да. То есть надеется, что судья Хиллевский Бэвел поднимет в стойку и там уже будут шансы. Да, пока у него не получается связать руки оппонента. Он вроде завязывается, делает захват, но Сануэ без проблем освобождает свои руки. Две минуты у нас еще есть до окончания второго раунда. Сануэ даже при открытом гарде, обрати внимание, не делает попытки обхода, не делает попытки обойти гард, взять более такую атакующую позицию. Он в этом плане все устраивает. Да? Не прочь просто отсюда поработать. И пока, если честно, это огромная работа на самом деле. Контролировать бить, держать оппонента под собой. Пока дышит очень хорошо. Не вижу в нем какой-то усталости. Чего не скажешь о Хамзалу, кстати. Есть такое ощущение, что он после первого раунда уже довольно-таки заметно просел. Ну, я бы, знаешь, не сказал бы, что он активно провел два раунда. Наверное, на третий раунд все-таки остались у него силы, надеемся. О, жесткие сейчас два удара. Вяжет, вяжет и взрывается. Вот вся работа Самуэва. Он ее пока проделывает, ну, довольно-таки грамотно. Еще раз у нас положение открытого гарда. 30 секунд до окончания второго раунда. Хорошее такое применение Лакьян сейчас нашел Самуэв. Начал потихонечку уже и локти подключать. Отлично. Есть еще два попадания. Под концовку сейчас тренера просят Али немножко активно поработать, что он и делает. О, вот это да, есть ощущение, что удар в ближайшие, да? Да. Треньши волокол. Несколько алестов ударов выливаетесь им. Потряс, потряс, мне это видно. Потряс твоего оппонента Алиса Ануев. Проигрывает, конечно, однозначно этот поединок. Третий раунд для него шанс, конечно, попытаться нащупать что-то для досрочной победы. С другими путями, конечно, мы ее не достигли. Выгоняет всех непричастных к этому поединку Ахтылиаловский Рубайула. А именно, мы говорим сейчас про секундантов. Третий раунд, последний раунд этого поединка, последний раунд этого противостояния. Алиса Ануев делает пока что все верно. Если это была тактика на поединок, то я, конечно же, впечатлен. Хамза Алла. Шрайпидин, конечно же, должен сейчас в третьем раунде вернуться. Совершить камбэк. Но все-таки пропущенные удары, я думаю, дают о себе знать в партере. Пропускает удар навстречу. Да, под конец второго раунда. Да, Хамза Алла такой увесистый удар пропустил. Здесь, конечно же, Зануев снова проводит тейкдаун без особых проблем на самом деле. Ну, знаешь, мы даже не видим каких-то признаков сопротивления, когда он делает тейкдаун. В втором раунде было то же самое, кстати. Ну, по большому счету, от Хамза Алла, дебютанта, наверное, многого ждать до начала этого поединка не проходилось бы, да. Но для Али Сануев все-таки логика в его рекорде есть какая-то. Как я уже говорил, прошедший поединок он проиграл, следующий должен выиграть. Значит, в последующей логике последующий поединок он проиграет, скорее всего. Вот такая вот арифметика, да, получается? Вот такая азиатская эстетика, да? Нет, на самом деле шутки шутками, но тем не менее Али Сануев сейчас медленно, но верно близится к судейскому... К судейской победе, да, к решению судей, победой решением судей. Ну, знаешь, в ММА, мне кажется, это вот самая изматывающая работа, когда ты находишься в гарде. Там есть определенные там нюансы, да, опасность есть. Это не прям такая позиция, где ты можешь включаться и бить. Ты должен постоянно контролировать оппонента, следить за тем, чтобы у него было минимум пространства и умудряться еще и бить. Довольно-таки энергозатратные вещи делает Сануев, но пока в этом плане у него все нормально дышит. А вот чего, кстати, нельзя сказать о Шарабидине. Да, Хамзаула выходил на третий раунд уже таким вот с уставшим, скажем так, видом. Даже один, наверное, момент такой показательный, когда Сануев прошел в ноги, он просто стоял на месте. То есть, ну, там даже не успевал среагировать, просто делать элементарные отбрасывания. То есть, стоял просто на месте. Это о многом говорит, то есть, у него очень тяжелые ноги. Тяжело стал перемещаться. Ну, даже в гарде мы видим, что довольно-таки в безнадежном положении находится. Два балла принес Норжигат Баймен. И сейчас по всей видимости Алиса Нуев также принесет два балла. Три балла, извиняюсь, три балла принес Норжигат Баймен в своей команде и близок к тому, чтобы принести три балла Алиса Нуев. Стоп! Домерзинка! Останьте здесь же! Ближе! Ближе к ногу, ближе! Бой! Возвращает капу на место Ахтлева Скирбаева, рефери этого поединка. Чуть меньше двух минут до окончания. Все три раунда как один, да? Да, по сути. Изменений особо не было. Начало немножко стойкий. Тейкдаун, гард. Граунд и балл. Все три раунда у нас в одном ключе, по одному сценарию. Ну, для Самуева, конечно, в первую очередь здесь важна победа, какая бы она ни была. Зрителям, конечно же, хочется динамики, каких-то эмоций, драмы. Стоп! Стоп, я так понимаю, и поединок... Пробил корпус, туловище, кажется, ударом в партере, потому что работал по этажам Алиса Нуи. И да, да. Это, кстати, не три балла, получается, а четыре балла. Забежал вперед. Четыре балла зарабатывает Алиса Нуи, пока поддерживает досрочную победу. В третьем раунде. Да, за досрочную победу дается чуть больше, чем... Ну, в зависимости, да, еще в каком раунде, чем просто худейское решение. Тем самым, между счетом, между командами из Казахстана и Казахстана, счет 4-3 в пользу бойцов из Казахстана. Генеральный партнер Найза, 45, Досен Кейзет. Досен, получи микрокредит по-дружески. Досен, получи микрокредит по-дружески.